Ну что, ребят, через две минуты я у вас буду. Вот она и сетка. Ой-ой-ой, Стрэндж в одной части сетки сбылась. Ой, газ ещё сегодня, оказывается, появился. Где корейцы все вообще в другой части сетки? Посмотрите, здесь... Ё-моё, да здесь сетка проходная. Не знаю, здесь изи в финал надо попадать по вот этой вот части сетки. По-моему, как бы. Я не знаю, кто здесь всех вырубит, но... Давайте я буду за Стрэнджем смотреть. Вот. А кто-то где-то будет другое что-то смотреть. Стрэнджем. Вот. Стрэнджем. Идем. 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 Так, там еще была Strange, что у нас Где Strange находится Я захожу к Strange Так, ну что, ждем начала теста Immortal Past Я не знаю, как они вообще пробрались сюда На эти отборки, но На это в финал месяца Ну как-то пробрались Блайз вордиксом будет играть Неплохой игрок этот вордикс, я помню, ГМЛ Я не знаю, будет ли стримить кто-нибудь Блайз, но кто-нибудь наверняка будет Поэтому следите Сейчас посмотрю, как Twitch работает И работает ли он вообще Да, Twitch работает, поехали А, это вообще PvP, кстати У Strange, но он быстро стартанул Ладно Если б знал, что этот чел Протас, может быть, я бы иглая Ворвался, потому что у него явно Посерьезнее оппонент, чем у Strange Ну какой есть Какой есть Продолжение следует... Ну что, Strange красный, ребят Карта Мороз у нас Карта Мороз Она же Фрост По-английски И синий ТС и Моркл Паст По верхней части карты появились Приезжает пробка Strange увидит, угадывает С разведкой, да, в правильном направлении двигается Я вижу И два гейта там, а там строится сейчас В данный момент Так, Бутоннет Чикаса Стримит Бэби Мэйджик Вот Так что можешь на фоне его открывать Я к Стрэнджу ворвался Попробую потом, может, и к Блайе успею Не знаю Ну, короче, зовите всех сюда В любом случае будет интересно Не пропускайте Начал я сегодня Не очень рано стримить, правда Ну, а что поделаешь Два сталкера здесь Здесь у нас два адепта у Стрэнджа Третий пилон Сумазеркор практически уже готов Что рабочий-то больше не строится Я чуть не понял Стрэндж больше и рабочих почему-то не строят Очень странный момент А почему Стрэндж рабочих-то не строят Потому что он сталкеров заказал До рабочих Что-то я не понимаю Что за билд-то такой Кстати, вчера кто-то 200 рублей на WebMoney По-моему, вчера прислал Спасибо большое За стримы редко проверяю Сейчас не часто его Чтобы вкладок много не открывать Вот, а так как редко туда что-то приходит Поэтому, соответственно И не видел я Так, строятся после двух сталкеров Две СН-3 еще у Стрэнджа Здесь два сталкера И сейчас будет еще и две СН-3 Бустится варп Здесь тоже бустится у Стрэнджа варп И Мортал Паст уже на пробку впереди Блин, потому что Стрэндж не строил Я не знаю, как это билд странный Блин, рабочих не строить Так, пошло робо Почему Стрэндж не стримит? Ответственно Это ответственный турнир Очень со стримом здесь тяжеловато Я думаю, играть все-таки Открывается у Стрэнджа гейты Два адепта как были живы Так и сейчас живы Так, ну что Дептосики врываются От Стрэнджа сейчас будет телепортироваться Прям сюда, да? Будет, смотрите-ка Тут миллиард филдов наставил Оппонент Стрэнджа Но Стрэндж тем не менее Четыре пробки умудрился забрать В этом раскладе И как раз-таки На эти четыре пробочки Он сейчас и впереди Есть у него Руба Заказан тут Иммортал Уже есть Артсервер один И делается форжа Плюс блинк Здесь тоже эморфлы уже делаются Как вы видите Тоже блинк заказан Но Очень важное Различие сейчас Уже в игре есть Это Посмотрите Отсутствие форжи У оппонента Стрэнджа Так Сейчас уже можно бустить На самом деле Не рабочих Агрейды Стрэнджу было бы Еще вот здесь Три рабочих Здесь один Переправить Надеюсь Минерал кончает Ну здесь уже тоже Кончается минерал Прилетает опс Стрэндж видит Обсервера оппонента Минус опс Оверчарж потратил Но ничего страшного На обсервера Не жалко Он конечно Все здесь спалил Ну а что толку Здесь у нас тоже форжат Опа Даркшрайн пошел Неожиданно И Стрэндж его Правда пролетает Иллюзией Просто и видит Сразу же То есть я не знаю Есть ли смысл Вообще в этом Даркшрайне Добавляет Стрэндж плюс 5 гейтов Это 7 гейт 7 гейт Уж будет что ли Похоже на то Так Патоныч Здесь заказан У нас на второй базе У Стрэнджа Иллюзия залетает Можно было По верчашу Успеть Ну Стрэндж энергию Пожалел Не стал Выставлять его Собственно Ну а кстати Зря Почему Потому что Спалил ведь Оппонент его гейты Правда не все Все 3 штучки Спалил Стрэндж добавляет По фотонке В рабах После того Как он Даркшрайн Спалил Соответственно И это очень важный момент Очень нужный момент Я бы сказал Призма разложена Сейчас Дарки Видимо будут доварплены Да Вот они сейчас Начнут варпиться Сюда Но уже Особо не поможет Это в принципе Сталкер Еще варп Здесь выход На 3-й никсу Я тут Я сам люблю Очень Играя в пвп Таких Протсов Как этот Который выходит Так на 3-й никсу Пробивать Причем Иллюзии Пролетел Смотрите Он спалил Здесь несколько гейтов Но все не спалил То есть целостную картину Не получил Представления у него нет О том что происходит И Стрэндж идет Пуш Еще идет скрытно То есть тут не обсерван Ничего Не видит его оппонент Выхода И сейчас переварп идет То есть уже почти на 20 Боевого больше И Как мне кажется Это 1-0 Для Стрэнджа Здесь Пробьет Пробьет 2 пилда Ну может Вот надо пропускать В таких случаях На самом деле Поближе Вперед Давай Под Стрэнджа Идет Принимает Бой Минус Сентря Минус Толкера Заходит Ко второй Базе Стрэндж Выманивает Уверчаж И будет К третьей Смещаться Под блинки Уже Под Уверчаж Пошли Здесь 2 пилда На подходящие Войска Чтобы они Ничего сделать Не смогли Минус Иммортал Здесь Здесь Будет бой Да Дает бой Стрэндж Здесь С армией Оппонента Ну надо На вторую Урываться Я думаю Надо что-то делать Уже Стрэнджу Наконец Агрессивная Боле Так Здесь Сталкеры Приходят Уходят Агрессивный Блинк Пошел Здесь Пошел Контакт Говар Под Эп По-моему Идет Под блинк Под призму Сейчас идет Кстати Призму Может сбиться Оппонент Стрэнджа Он сбивает Его Но он уже Крит дэмэдж Получил 100 на 54 По лимиту Там С файграунда 4 Даркас Пускается Ну они уже Ничего не спасают Так А КАС Почему-то Отсутствует Они вообще Не играют Получается Да Сейчас КАС С Бистиком Зашел К танкистам Не надо К ним Заходить Зашел так и все-таки 1 0 strange повел ребята 1 0 Ну, это два ГТа у Стрэндж, два ГТа, два Газа. Добывает пока двумя, правда, рабочими он Стрэндж всего. А, он так и будет добывать, смотрите. То есть это, соответственно, билд, я так понимаю, как раз-таки внефт пораньше от Стрэнджа будет. Почему? Потому что, ну, обычно так делается, да, когда выход внефт идёт и... Здесь пробку надо законтролить. Молодец, Стрэндж законтролил. Начал добывать вовремя. Так, сейчас три на один ГАЗа, на второй только пока что два направляются. Разведочка идёт, но от Имморфл Паста быстрее она приходит, разведка. Всё он видит прекрасно. Он тоже, кстати, ГАЗ не сразу начал раскачивать. И два Сталкера у него заказано, плюс Варп, у Стрэнджа два Адепта. ТОНКЕ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, Стрэндж на Ксиллагу пришёл, видите, адептами, Нексус второй пошёл, в общем-то, примерно билд у Стрэнджа такой же, как в предыдущей игре, а вот у его оппонента билд немножко другой, почему-то, в общем, в прошлый раз побыстрее ставил Нексус, у меня такое ощущение складывается. Не стал Стрэндж телепортироваться, ну правильно, здесь Мазеркор плюс четыре Сталкера, максимально это две пробки, он забрал бы Стрэндж, я имею в виду, не знаю, два адепта на две пробки разменивать, как-то не очень прикольно, по-моему. Так, адепты сныкались сейчас. Ссылает Стрэндж иллюзии. Уходит на вторую, на третью базу, точнее, к Эммортал Пасту. Постоянные иллюзии вперёд посылает, Эммортал Паст их видит прекрасно. Ну, Стрэндж не будет никуда телепортироваться и правильно делает. А здесь у нас что? Здесь у нас перевод рабочих на второй Нексус состоялся добываться, сразу начинает, фактически. Здесь тоже переведены, но дистанс майнинг. Вот уже здесь Стрэндж, например, при получении преимущество получает. Потому что какой дистанс майнинг. Вот у него и на две пробки уже больше стабильно. Паржа пошла и плюс один, ой, и блинк делается. И обсервер чуть раньше, чем у оппонента. Здесь уже два Адепта. Стрэндж теперь... Не надо их отдавать, просто домой бы я на месте Стрэнджа ушёл бы, наверное, бы. Сейчас и всё. Что он и пытается сделать, по-моему. Нет, врываться не стал. Проф домой уходит. Иммортал Паст делает скорость таки Адептом и делает Имморталов. Так. Бустит Стрэндж и Мув. Адепты вернулись. 41.36. Уже на 4 рабочих больше. Значит, добыча повыше у Стрэнджа. Да, здесь... А! Здесь нет даже газа на второй базе. Обратите внимание. Вот. Это будет прессинг Иммортала Адепты. Вообще, не прессинг. Это улын, получается, идёт. Это Иммортала Адепты. Врыв в лоб сейчас к Стрэнджу будет... Попытается Иммортал Паст брить его. Я имею в виду Стрэнджа. Получится или нет? Я не знаю. Здесь плюс 4 гейта добавлено. Тут тоже 6 гейтоп, соответственно. И... Всё прекрасно. Иммортал Паст видит здесь происходящее. Ещё один Гейт Стрэндж запиливает. Будет им Стрэндж скорость таки Адептам заказывать? Вот это вот я не знаю сейчас. Здесь призма тайминг, так, я бы сказал, не самый лучший. То есть, уже придёт. Там Иммортал Паст призма только добавлена будет. На второй 16 пробок. Как было, так и есть. Адептам Стрэндж так и не делает скорость атаки. Ну, а то у Стрэнджа будет плюс 1, в отличие от его оппонента, у которого отсутствует этот Грейт. Это вот третий Нексус. Сдаётся мне, что не надо делать. Так, понимает Стрэндж, что происходит. На Мэйне Фатонка, на второй Фатонка, на всякий случай. Плюс 2, Стрэндж заказывает. Решение абсолютно верное. Мазеркор, где Мазеркор на Мэйне. Три пилона есть, значит, три уверчажа будут. Плюс, если Адепты зайдут, здесь и Фатоночка будет доставать, я так полагаю. И архивы Тэмплара Стрэндж делают, да? Посмотрите. Чалик, хватит, ладно. Всё, Стрэндж видит врыв сейчас. Адепты заходят, кажется, прям сразу к ходу будет врываться и Мортал Пасс. Да, посмотрите, врыв пошёл, уверчаж третий где. Вставляется и третий уверчаж. Уверчажа просто гигантский демош наносит. Адепты, правда, очень сильно здесь решают. Стрэндж подлинкивается по дыму в соперника. Здесь на Призме контроль начинается, но Призма не сможет законтролить и Мортал Пасс. В итоге Стрэндж влёгкую здесь отбивается. Пытается сбить Призму. Призму сбить не так-то просто здесь, но Стрэндж всё-таки собьёт её. Это факт, что и Мортал... Так, закодешился, блин, всё, да, сбивается всё. Это 2-0, это влёгкую. 2-0, лёгкие 2-0 для Стрэнджа вообще. Пришли меня отвлекать. Привет, Джавадан. Задержка 2 минуты. Чалик, ну-ка сюда иди. Чалик, что-то там бушует. На Хаски лает Чалик. Не любит Хаски. Боится их. Так, на мэне у Стрэнджа всё 8 пробок осталось. Почему-то он не стал мэн добывать. Здесь начинается блинг. А, блинга-то нет у Иммортал Паста. Стрэнджа уже 2. Архона 2 белых шара. Да, больших парня очень и мощных, самое главное. Тем более с двумя-то атаками против нулёвых грейдов. Это печаль, нулёвые грейды, конечно. Стрэндж ещё делает выход. Сейчас один призма там дома где-то строится вдалеке. Тут уж такое преимущество, что, я думаю, даже с таким варпом издалека как бы Стрэндж может выиграть. Можно было бы, конечно, заказать Стрэнджу сейчас, я не знаю. Хотя фармор первый 100-100, но лучше-ка же третью атаку заказать. Заходит Стрэндж, видит всех адепт, видит всё-всё-всё. Так, ещё что 2 адепта ходят, наглеют очень сильно. Нужен оверчарж срочно. Мазеркор прилетает с пробками Стрэндж, еле-еле тут отпилился как-то. Су-21-103. Я не понимаю, почему Стрэндж сейчас мне не нравится. Этот момент чем? Когда он здесь гнал в центре, ему просто сразу надо агрессивными блинками было настичь его и убить. Почему? Потому что надо было прокликать, увидеть, что 0-0 у Стрэнджа Архона здесь смешное количество юнитов было. Плюс, возможно, да, возможен был вариант, что нету там блин. Ну, Стрэндж уже с 5 Архонами сейчас будет давить. 5 Архонов, это очень серьёзно. Минус Мазеркорс, 200 энергии, всё, верчажев не будет, говорит Стрэндж-Тиаж. Талкеры назад уходят, пропускают Архончиков вперёд. Ну, 2 почему-то сзади. Вон, хоть адептов-то, я не знаю, развали здесь. Да, разваливает Стрэндж адептов, Архонов заводит. ГГВП, ГЛ пишет, Эморку пасты. Влай 8 минут в ВВЕ, если Влай победит, то он будет играть со Стрэнджем. Так, туда же пришла, сейчас я отвлекусь, вернусь к вам. Скоро очень. Стрэнджем. 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 Так, ребят, может мне твиттер сделать? Уже мне вот этот админ с GoForSky, не знаю, он в Скайпе уже, вот реально он уже, наверное, четвёртый раз или пятый спрашивает, есть ли у меня твиттер, короче. А у меня твиттера нету. Куда мне твиттер-то, что мне вообще в интернете жить, что ли? Так, узнаём, у Блая выиграл он или нет. Сейчас, секундочку. Блая стрэндж, да, будет сильно. Секундочку, ребят, сейчас кое-что забыл ещё. Блая стрэнджем. 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 Продолжение следует... 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 Так, пошел инвайт от Стрэнджа, отлично, запрыгиваю. Продолжение следует... Сок на лает на других собак. Что-то турнир Гоу ФСК, финал месяца, ставок нет. Я написал человеку на кипбете с просьбой запилить что-либо, но он пока мне не ответил. Видимо, они на месте как бы находятся. Если будет, то может быть на какие-то решающие стадии что-то и запилиться. Секундочку, ребят, сейчас подойду. Продолжение следует... Ну все, ребят, все, я здесь. О, как по таймингу пришел. Все начинают, и Magic подтянулся, все подтянулись. Короче, а что там Кас? Кас не играл, что ли? Ну что, поехали. СНГ дуэль. Кто-то из наших в полуфинале будет ГГЛ, пишет Блай. Вы овером полетите. Погодите, кстати, на NSL же должны были анонсировать Блая команду новую. Что-то я ни хрена анонса не заметил. По итогу будет у Блая команда-то новая или нет? Что-то вообще не вкурил я. Продолжение следует... Так, увидит ли Ксилнаги башня хату? Ну, хата находится... О, да, она примерно здесь стоять будет. Вот, вот так вот. Думаю, что да, увидит. Скорее всего. Но на 100% утверждать это я не могу. Опа! Три хаты пул со стороны Блай, посмотрите, подстроечка по Стрэнджу. Кстати, против гейта Нексуса билд очень хороший. Почему? Потому что это билд сейфовый и экономика не самая лучшая. И напрячь здесь особо нечем, как бы, оппонента. Вот в чём прикол. Стрэндж приезжает, сейчас поймёт тайминг пула, поймёт пул, что сверх поздний. И поедет сразу третью хату, смотрите, так понимаю. Ну, посмотрим, насколько бы готов Блай Стрэнджа разобрать или Стрэндж Блая. Адептик строится в Китосике. Растраивается при этом и Нексус. У Стрэнджа сейчас по две пробки будет строиться. Спалил ли? Да, третью хату Стрэндж моментально пропалил Блая. Не знаю, может, Адептик сейчас пару рабочих заберёт, конечно. Хотя нет, здесь четыре. Эти четыре линга, это что это такое? Эти четыре линга, они могут и не убить. А, на Геймскоме, точно не на НСЛе. Всё, пул. Робо Стрэндж заказывает сейчас. Какой-то очень наглый, я вам скажу, робо. Может быть, он хочет через остров сыграть. Может быть, Стрэндж хочет понапрягать. Тёль 17 точно, точно, да, на Геймскоме. Всё, Адепт на рампе стоит. Плюс три гейта Стрэндж заказывает сейчас. Если будут ещё гейты, то, соответственно, ул-ин будет, очевидно, да, как бы. Если гейтов больше не будет, то это не будет ул-ин. Здесь Овером Блайд собирается врываться к Стрэнджу, ведь Овера мув готов. Вот он залетает, и Стрэндж не готов его встретить, что самое интересное. А, вот он другого Овера спалил сейчас. Нельзя отпускать ни в коем случае этого Овера. Контролить надо лучше Стрэнджу. Но он уйдёт, вот этот вот уйдёт. А второй? И второй уйдёт, что самое печально. 10 хп осталось. Это чертяга Овера, а? Роуч Ворон добавляется у Стрэнджика сейчас. Призма полетела вперёд. Там кто-то покидает игру. Это французский кастер у нас какой-то. И адепты выдвигаются от Стрэнджа. Ну что, варп-то будет, нет? Пошёл варп, наконец-то, от Стрэнджа. Два адепта стоят на Ксилнаге. Сейчас будет разводочка. Классическая разводка сейчас. Два адепта на третью, и четыре на мейн будут залетать у Стрэнджа сейчас. Да, вот четыре на мейн залетели. Восемь роучей заказано у Блайд в данный момент. Писточник поубивать. На третью телепортнуться. На третий бомбит рабочих. На ура, просто Стрэндж. Смотрите-ка. Разбомбил немало. На второй бомбит рабочих. Тридцать шесть, сорок пять. Парабам, шесть адептов. На тринадцать дронов разменено. Хороший размен в плане экономики Дра Стрэнджа. Но сможет ли он отбить свой третий Нексус? Если Блайд сейчас делает какой-то подпуш, может Стрэнджу больно быть на самом деле. Четыре адепты здесь еще летают. Все еще харасить Стрэндж собирается. Стрэндж ставит еще два. Ну вот. Один надо отменить. Просто будет. А на второй, если что, уже сейчас выставит Стрэндж. Так, четыре Дарка на третью вырываются. Но на третьей юниты стоят. Посмотрите. На третьей стоят юниты. Стрэндж адептами очень хорошо. Блайд будет отвлекать сейчас. Через шифт. Перекликал здесь все. Адепты на третью заходят. Спорка моментально уничтожена здесь на третьей. Блайд не успевает ее прикрыть. Стрэндж начинает выпиливать уже хату. Адепты слились все, конечно, на второй базе. Ну а что тут поделаешь? Транфьюзы пошли. И фаерболы пошли по своим личинкам. Блайд в итоге запаерболил. Так, королевами Блайд пытался сбить призму. Но с призму ушла на 11 хп. Хп очень мало осталось. По лимиту в итоге ровно. По боевому тоже ровно. Для Блая это катастрофа, я вам скажу. Просто катастрофа. Стрэндж переводит пробок на третью базу. Здесь один пилон вот этот нужно уничтожить. Он просто мешает очень сильно. И самое главное, что выжили все 4 дарка. То есть просто это плюс 2 архона в армии будет. Вот они дропнулись на Ксилнагу. Можно даже слить архонами. Но архонами харасить на такой призме полудохлое очень опасно, вам скажу, ребят. Строит Лайлингов. Он, кажется, собирается на Стрэнджа нападать. Или нет? А нет, он третий-четверт ставит макро-хату. Е-мое. Серьезная заявка, я вам скажу. На выход в жесткое макро. Так, здесь Стрэндж на один газ, а на второй рабов направил. Соответственно, сейчас сколько-то по 3 пробки, да. Сколько на столько и направил. Плюс еще стуки раб шли. Плюс один делается, грейд. Гейтов 9 штук у Стрэнджа наблюдаю сейчас я. Архоны полетели харасить. Да, возможно, с Архонами Стрэндж полетит сейчас харасить. Выход делается одновременно. На Ксилнаге стоит один зилок. Блай выходит. Зилка хочет забрать здесь. Зилка заберет или Архончики прикроют? Архончики прикрывают. Палингом нормально набомбил сейчас Стрэндж. Куда ты Архончиков ведешь, Стрэнджик? Так, фаерболом. Нифига себе, Блайпсервера фаерболом забирает. Это хороший был удар сейчас со стороны Блая. Все, есть у Верч... Ой, блинки есть у Стрэнджа. Агрессивные блинки пошли. Фаербол Морфулу снимает скилл на 100 кп, который поглощает дэмэджи. Нету Бейлинг Неста у Блая. Только-только сейчас он Бейлинг Нест запиливает. От фаерболу увернулся. Хорошо, дронов не дает дроном пройти. Реведжеры новые заморфили. Сразу же под удар попадают. Сзади до варк сталкеров идет. Это 1-0 в пользу Стрэнджа, ребята. Абсолютно точно. 108 на 130 по лимиту. Агрессивный блинг вперед. Стрэндж заходит и просто разрывает Блая. Архоны живут. Все юниты вообще живы. Архоны просто изничтожают. Тут 16 уже убийств у одного из них. Это GG. Раз водочка. Два водочка. А я говорил, кто вот сейчас победит здесь, тот, я думаю, что до финала обязательно дойдет. Почему? Потому что в сетке, считаю, для Блая Стрэнджа серьезных оппонентов в их сетке нет. Ребят, завтра, кстати, хочу напомнить вам, что завтра ГСЛ 12.30 не пропустите. Привет всем на Твиче. Пацаны Саурончик. За кого болеть, кто из СНГ. Это уж тебе решать. Я лично за красивую игру. Тем, кто из СНГ. Продолжение следует... Ну что, ребят, вторая игра. Стрэндж против Блая. 1-0 Стрэндж ведет. Погнали! Готова пробка. Пилон будет снизу, я так понимаю, запилен. Привет, Озбин Рил Рил. Нет, не спрашивал. Ну, сейчас после игры могу, в принципе, спросить, почему же Стрэндж не стример. Пошел гей. На золоте первая хата от Блая. Будет ли третья хата до заказа пула, я не знаю. Проверяет Стрэндж, нет ли прокси-хат от Блая. Так, секундочку. Нет, вот Сая комментировать не буду. Так, все, ребят, надо было на секунду отключить звук Стрэндж. Потому что рабочих не строил. А, потому что он кибернетку заказывает, он поэтому и не строил рабочих. Ну, вообще, вот не люблю билды, особенно с Зергом. Особенно, которые золото ставят, когда рабочие строятся, прерываются строительство рабочих. Так, а что там на вот сам мне? Скиньте сеточку, ребят, я посмотрю. Тоже же мне интересно стало прямо. Рабочих Блай переводят. Сразу 10 штук на золото. Это правильное решение, почему оно очень быстро окупаться начнет сейчас. Это просто будет... Посмотрите, сейчас по минералам я вам поставлю. Вот сейчас проседает у Блая. Посмотрите, 300 на 900 только что добыча была. Но вот золото 10 дронами начало добываться. И ситуация меняется кардинально. Посмотрите, за 1000 перевалили. 1100 добычи просто. 1200. У Блая сразу становится. Так, эволюшн пошел. Кажется, Блай собирается подропаться немножечко лингами. Сейчас Стрэндж адепт там идет. Массит Блай. Да, это масс линги. Это сверхагрессивный билд со стороны Блая. Стрэнджу пора уже стенку закрывать, иначе будет больно ему. Нужно ставить пилон здесь или гейт. Я не знаю, что это будет. Стрэндж не закрывает стенку. Может сейчас проиграть. Прямо вот сейчас он может проиграть. И я чувствую, что да, посмотрите, Блай просто без мумы прибегает. Это... Я не понимаю, а что за билд-то такой от Стрэнджа халявный? Он вообще не понимает, что происходит. Вот гейт наконец заказывается, но линги уже здесь. И они сейчас максимально быстро прогрызут гейт. И Блай ворвется просто. Обрывается Блай минус сталкер минус Стрэндж. Я думаю, что это 1-1, потому что здесь... Ну Стрэндж никак уже не отбиться будет, это факт. А Дэд он попытался на мэне сделать, конечно, Стрэндж, но ничего не сделал. Сверчаж на пилон выставляется, но этот пилон сразу же падает. И второй пилон падает. Но это называется вот кузнюю стенку Стрэндж сделал, и все. И СЗ сгрызались и просто прокатывает сейчас. Гэ-гэ, пишет Стрэндж. 1-1. И все так просто для Стрэнджа оказалось здесь. Так, секундочку. Стрэндж. 2-1. Продолжение следует... 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 Ну что, ждем пока Стрэндж подчеркает, ребят. Это полуфинал уже будет. То есть впереди у нас остаются полуфинальные матчи и финальные. Так, Тру одолел Гуру 2-1, я так понимаю. Да, Праймлот скином бьется сейчас. Ну там корейский, наверное, полуфинал наверняка будет. Вообще я сомневаюсь, Праймлот скином одолеет. Ну то есть у Стрэнджа будет дико серьезный оппонент. Так, против наших, что ли, ставишь-то? Вот All-Natch. Опасно это, я думаю, Стрэндж победить должен. Спасибо, Шайба, себе тоже добрый вечер. Всем привет, ребят. Кого добавить? Кстати, хотел рассказать про мышку вот эту вот. от Lenovo. Удобная мышка. Мне понравилось что-то, она прям сильно, буду на ней переиграть. Что, Боттлнет еще? Я не азартный. Ну, я прогнозирую победу Стрэнджа скорейшую. Ну, нет, смотрите-ка, Праймлот 1.0 ведет. Даже сейчас. Так, а что там? Где Magic-то? Заинвайчу его сейчас я. Так. 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 Стрэндж сраживает готовность. Что за модель? Слушай, а я не знаю, у меня одна модель более большая, короче говоря, с грузиками, там внутри грузики можно добавлять, а это такая, типа Абисуса, типа, ну поменьше. Так, Lenovo Y Gaming Optical Mouse, модель номер M610, M610 какая-то. То есть одна, а вдруг одна лазерная, а это оптическая она получается, вот там. Дживаданчик, но уже пройдено, записи есть ВКонтакте в группе или на Гудгейме поищи тоже выложено, соответственно, где-то они там даже два раза я проходил, первый день без последней миссии, второй из последней. Так, ссылку на мои наушники, сейчас, ребят, я вам все скину. Мажься. Ну давай, я говорю, что Стрэндж победит. Я ж за наших. А, привет, крадок, кстати, не поздоровался с тобой туда. Вот ссылка, ребята. Пользователь без подчеркивания Петрович активировал премиум на ваш канал. Спасибо вас, Петрович, ты первый вообще сегодня, аж целых 8 рублей заработка с рекламы через player. Это серьёзно. Ну что, ребят, не Ксуса от Стрэнджа, гейт, газ не Ксус, кибернетка бил стандартный. Точку сбора меняет Стрэнджа. Куда там пробки поехали? Заметил быстро, поменял быстро точку сбора, вот начинает газ добывать. Так, а здесь у нас что происходит? Так, Владимир Михайлович 100 рублей на Сбер приходит мне. Спасибо тебе, Владимир Михайлович. Так, что происходит? Куда ты поехал, Ло? Я здесь, среди теней. Всё, возвращаю сюда звук хотел на телефоне выробить. Так, приходит Минка. Копается Минка. В Стрэндж пробку. Зачем в Стрэндж пробку сюда заводят? Опасно. Так, крадокс, представителями чего встреча была? Если ты про Lenovo, у меня никаких встреч не было. Ну, соответственно, уши у меня, две мышки, клавиатура и коврик. Коврик тоже крутой. Мне нравится коврик. Уходит, в общем-то, Бистик сейчас Минкой. Мариков сюда подводит. Делает танк. Однобазовый прессинг сейчас со стороны Бистика идёт. Это, кстати, очень сильный прессинг против того, что делает Стрэндж. Бест подчёркивания Петрович поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. Спасибо. Ты лучший спец по СС-2 в РФ. Спасибо тебе, Бест Петрович. Ты Бест Петрович. Спасибо за поддержку. Два бункера, посмотрите, от Бистика попёрла. Как Стрэндж на это будет реагировать? Прессинг-то просто как жесточайший сейчас идёт, обратите внимание. Нужен сейчас и Морку. Стрэндж... Стрэндж призму делает? Зачем Стрэндж призму? Я чуть не понял. Но он хочет уезжать отсюда, улетать назад куда-то там. Так, Бистик пытается ближе подойти. Сейчас Стрэндж ушёл на ХГ. Оверчаж выставлен. Проблема у Стрэнджа, ребятки. Мазеркор пытается Бистик забрать. Мазеркор забирает. Призма сейчас будет готова. И Стрэндж полетит уже в размен, что ли, куда-то? Похоже на то. О, Бистик уже двумя танками здесь летает. Ё-моё, это же вообще жесть какая-то. Бункера отменяет. Нечего здесь так в наглую бункера ставить Бистику. Говорит Стрэндж... Так, не делается ничего больше здесь у Стрэнджа. Начинает гейты выбивать уже Бистик. Мазеркор желательно бы восстановить было бы, конечно, Стрэнджу. Но он этого не сделал ещё пока. А зря. Короче, гейты сейчас будут отключены. Ещё и блин какой поздний по билгу получается сейчас. Поздний блин вообще здесь не... Не очень хорошо для Стрэнджа. Призму Стрэндж что-то возвращает. Зачем он возвращает? Какая-то здесь ничего нету, мистика на мейне. Ё-моё. Сталкера идёт. Не, здесь ГГ Стрэнджу ничего не сделать будет ему. Я почему-то в этом уже уверен сейчас. Четвёртый танк здесь вылетает. Второй Либератор уже прилетает. Вот был бы блин, был бы шанс. Без блинка это без шансов абсолютно. Странно, почему Стрэнджу надо было не блинк никакое дело. Здесь дарки, но дарков нужно строить. Поэтому Биллу Цити у него этого... А не, инженерка есть на самом деле. До блинка остаётся ещё около там двадцати секунд. Уже Нексус Бистик шатает сейчас. Просто жесточаешь лимит мне, ребят. Это ГГ, к сожалению, здесь ничего не поделать. Всё, блин готов у Стрэнджа. Он что, уходить собирается? Так, один сталкер на мейне остался. Пошёл в тыл сейчас Стрэндж к Бистику. Сейчас куда-то там что-то ловить. Две пробки всего лишь смог забрать. Да не, это без шансов. Пятьсот минералов хоть у Стрэнджа и есть, но тут уже не спасёт его ничего. Дома бункер там ставится. Газ один Стрэндж запиливает. Ну четыреста сети минералов на Нексус-то осталось ещё до сих пор. Приходит Стрэндж, пробивает депошечку. Заходит на КГ, видит бункер. Пошла атака на бункер. Бункер выбивает моментально. Бистик не успел вычинить просто-напросто. Сейчас его в бункере, я имею ввиду. Возвращаться Бистик будет. Семьсот минералов осталось. Что ж ты делаешь-то Стрэндж, ё-моё. Тут СС-шку сейчас запилить новую гад этот и всё. Ошибка, что Стрэндж отпустил ГСМ их сейчас. Очень большая для него. В бараке надо всё шатать. Сейчас просто Бистик СС-шку закажет и всё. Нексус Стрэндж закалал. Зачем Нексус-то всё равно? Он недобывающий. Надо разные здания было ставить. Стрэндж, ну что ты делаешь? Всё, это потеря шансов всех. Могло ещё что-то произойти на самом деле, но вместо того, чтобы заказать нормальное какое-то здание, Стрэндж заказывает ним. Ну, Бистик, кстати, может его не найти сейчас каким-то случайным образом. Нужно догорения доводить. Да не надо полностью убивать эти чёртова депошки Стрэндж. Хотя он предпочитает полностью их брить. Так, два Либератора. Обложить пытается Стрэнджер Бистик сейчас. Ещё и цепом ложил. Что ты будешь делать-то, а? Уходит Стрэндж, потери гигантские. Эта печаль полная. Пытается зайти в другом направлении сюда. Здесь, кстати, ничего нету, Бистик вообще. Беги быстрее, Стрэндж! Да что ты бьёшь? Какую Лабу-то, ёппар СТ? Да это не здание даже! Неужели Стрэндж не знает, что Лаба не здание? Ё-моё! Блин, затупил здесь Стрэндж. Затупил. Нужно быстрее сюда бежать, на блинке. Покуде? Блин, катся! Стрэндж! Ё-моё! Что ж ты такой медленный-то? Викинг здесь есть. Вот он, минус Викинг. Подходи ты, ЦЦщика убивай. Какие бункера? Ё-моё! Всё, пытаться на Стрэнджу свалить отсюда, но здесь уже не свалить. Г-г, ребята. Г-г. Очень много ошибок. Вот сейчас, если б ушёл... Хотя, а чё ушёл бы Стрэндж? ЦЦ-шка-то выжила. Ну, кстати, у Бистика не было лимита даже. Стрэнджу Никсус надо было ставить на минералах. Ну, будто у нас сейчас... Как с тобой, в общем-то, постоянно, блин... Скажешь, типа, давай, ладно, я за Стрэнджа. Сразу начинают все проигрывать как-то. Ты, походу, колдуешь там чё-то, блин. Колдует бабка, колдует дед. Ну, на других картах не сделать такой. Но билд очень сильный со стороны Бистика. Вот рекомендую для тиранов такой чиз. Вот именно исполнение его, то, что всё это в проксе, было очень-очень круто сейчас. Ну, а у Стрэнджа сверхпоздний блинг это очень плохо, на самом деле. Да я думаю, Даркшайн надо Стрэнджу было делать. Дарки и блинг, и Даркшайн. Почему? Были бы Дарки, сейчас ему в тысячу раз проще было бы. Вот один Дарк, представьте. Стрэндж выбивает Сэшечку на мэйни у оппонента, и... Так... Стрэндж выбивает Сэшечку на мэйни у оппонента, и у него нету просто сканов у Бистика в итоге. Ну, вот теперь будешь знать, что при стройке они за здание не считаются. Стрэндж выбивает Стрэндж выбивает Стрэндж выбивает Стрэндж. Стрэндж выбивает Стрэндж выбивает Стрэндж выбивает Стрэндж. Так, слушай, Крадок, не, может у кого-то там и была у Брюса? Мне просто предложили, как бы и я согласился, почему нет. Сотрудничество, да, как бы. Стрэндж выбивает Стрэндж. Так, что текст такой, что у него мелюзговый? Вот, настроил нормально. Стрэндж 0.1, и от Бистика 2 прокси барака пошли, посмотрите. А что здесь третья КСМ-ка-то стоит? Пытается высунуть ее, не везет, она не хочет вылазить. Вот чизирок-то паршивенький, этот Бистик, блин. И Стрэндж может здесь на самом деле отлететь просто. Будет прокси проверять Стрэндж? Поехал в обход сразу же. Нет, Стрэндж прокси не проверяет, эта печаль полная. Если Стрэндж Нексус первый будет играть, он сейчас проиграет скорее всего Бистику, это будет провал вообще. МС Крейчер, все в порядке. Так, заказан Нексус, надо как можно быстрее Стрэнджу сейчас сделать кибернетку. Отобьется Стрэнджу по такому билду, я даже не знаю. Приходит, он видит, что здесь нихрена нету, понимает, что это прокси бараки. Я думаю, сейчас Стрэндж заказывает сразу же зелка. Нужен пилон здесь на рампе, нужна форжа. Отменяет Стрэндж Нексус сразу же, сразу же. Второй газ пошел. Я думаю, что Стрэнджу нужно делать двух зелков и мазеркор потом делать просто. И все у него тогда будет пучком, я бы сказал. Зелок выходит, будет вниз зелок спускаться. Нет, зелок вниз не спускается. Кибернеткой мазеркор и адепт заказан сейчас у Стрэнджа. Поехали ксм-ки вперед сейчас. Фатонку ставь Стрэндж, ставят Фатонку, молодец. Фатонка сильно зарешает здесь, пробочками начинает пилить. Не надо давать Фатонку демодить Стрэндж, что что творишь-то? Мазеркор адепт 10 зелком поля зарегенить обязательно надо. Ну рано что-то Стрэндж честно говоря оверчаж по-моему выставил. Мариков уже реально много будет. Здесь газ бестик добавлять, ничего не добавляет пока. Адепта провел дальше сейчас. Строится второй адепт, мазеркор. Так, может Фатонку имеет смысл еще одну впилить? Стрэндж не впиливает еще одну Фатонку почему-то. Адепт и пробка здесь вперед ушли. Будет бестик наверх врываться. Да, врывается наверх бестик! Аккуратней нужно быть. Фатонку иначе зафокусить будет больно Стрэнджу тогда. Так, зафокусит ли бестик Фатонку эту? Я не думаю, что зафокусит. ГГ, великолепная оборона со стороны Стрэнджа. 1-1, ребята. Ну все, теперь Стрэндж должен быть готов. А я уж испугался. Думал, нифига себе, сейчас наглец еще пробьет. Но реакция моментальная. Сразу Фаржа, кстати, очень сильно подрешал. Если б не Фаржа, то все, ГГ странно было бы. Игра создана третья. Привет, Сидлияр. Ильяр. Ну, тоже. Ильяр. Я чуть-чуть. Ну все. Стрэнджи. Ильяр. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Так, ну хоть какой-то демэдж Стрэндж нанес, и то хорошо оппоненту своему А че Стрэндж забоялся-то? Че-то Стрэндж забоялся Ушел, не знаю, че, еще плюс 3 сталкера Доварпливает сейчас Стрэнджик Можно зайти за АЦС-шечку А, медивак есть, нет, все, сошечку-то А не надо заходить, Стрэнджик Улетает, вообще-то Стрэндж уходит Сейчас подальше, рабочих восстановил Можно залететь на мейн, пошатать Немножечко, здесь вот депошка халявная Например, есть убийстика Ее можно убить, 35-34 Скорость таки адептам форжа Заказана, че бустится-то? Какие гейты-то, блин, Стрэнджик Смотрите, так ему экономику разобрали А он гейты бустит, какие гейты-то Нексуса надо бустить, пробок восстанавливать Надо просто в космических темпах Спасибо тебе, Гекс Все хорошо, поздравляю тебя с отпуском Привет, Пролекс Ты от Зерга ушел Ну, рад тебя приветствовать У нас тут ГОФУСК, если что В это время залетают Четыре адепта Будут они дропаться вообще Да, Стрэндж, конечно же, будет дропаться К бистику на мейн Мимо фа... А че Стрэндж летает-то туда-сюда? Еще не понимаю А, бистик на стиме побежал Адепты разгружаются Иллюзии можно вперед послать Вот минка пришла, но можно было минку убить сейчас Так, подблинкивается Стрэндж Минус танк раз Второй забрать не получилось Стрэнджу Отступает, мючка назад И Апсервера уводит сейчас Из рейнджа скана Уведи, уведи, конечно, увел Стрэндж Апсервера сейчас Адепты на мейн еще ворвутся Я так понимаю Сто два, двенадцать семь по лимиту Бистик перестимпачный Вообще в хламину сейчас Здесь стоит Очень грамотно Очень грамотно Стрэндж на самом деле Все делает сейчас Еще раз Бистика заставил стимпачнуться В этот раз хоть Апсервера сбил и то хорошо Но есть Призма, которой можно подсветить, если что Есть уже Эймортал Нужно пару бы Стрэнджу ворпануть Чуть это газа много А Стрэндж нет ни одной Отступает Стрэндж назад Адепту тоже не стоит отдавать Вот он на Ксилнаге стоит Стрэндж уходит адептом домой Просто Бистик пытается нагнать Стрэнджа Но не знаю, она гонит или нет Здесь Призма с четырьмя адептами стоит Можно просто их разгрузить Вот отсюда иллюзии послать И на вторую базу на Изичах Они ворвутся Что Стрэндж и пытается, кстати, сделать Насколько я понимаю сейчас Будет врыв-то? Да, будет врыв Видит ли Бистик адептов? Я не знаю Скорее всего А вот, заметил он адептов Они приходят, начинают бомбить Ну вот это плохой размер адептов На самом деле со стороны Стрэнджа был Лимита Бистикой что-то многовато становится Там и мы дома Есть две СН-3 Стрэнджу надо обязательно сейчас Пытаться тянуть время сталкерами Вот, да, мародера забрал, ушел, например Забрал еще что-нибудь, ушел Но Бистик подходит уже сейчас вплотную Стрэндж иллюзии вперед запускает Сталкеры куда отдаются? Стрэндж что сейчас творит? Что в био врываются? Адепты сейчас прямо в мариков врываются Бистик на стимпаке Принимает бой сейчас, но Бистик удачно очень Как-то бой принимает Смотрите-ка сейчас Где филды? Два филда поставлена Заходит Бистик все равно дальше Нужно и мов разворачивать Чуть 89-115 Чуть по лимиту какая-то катастрофа На... У Стрэнджа сейчас Третий Нексус есть Вообще не добывается Он в данный момент Бистик летит еще ближе сейчас Адептов вниз посылает Здесь уже пилоны начинает Бистик шатать Стрэнджу Адептами пока не телепортируются Выход еще пошел Лимит о значительной части Так, 67 минус 6 Катастрофу вообще У Стрэнджа по лимиту Дал еще приросту Подойти Надо было вот сталкерами Сейчас в тылу где-то быть Но ошибки контроля со стороны Стрэнджа Что вообще для Стрэнджа не чипичны На самом деле такие ошибки контроля Так, таймвар пошел Стрэндж пытается ворваться Уже врыв будет Нет, не будет врыва Ну тут время надо Стрэндж Гэш тянуть стараться Танк, иммортал Танки пошел шатать Смотрите Шатает Стрэндж танки Иммортал Филды великолепные просто Но по лимиту все равно проседает Стрэндж очень-очень сильно Но Так, у него есть третий Нексус К примеру И этот третий Нексус Может зарешать очень сильно Здесь адепты еще раз иллюзию засылают Экономики сейчас Убистика просто не останется Пытается он уже второй Нексус Хайграунда шатать Здесь адепты зашли Телепортируются в рабов Рабочих разваливает Стрэндж план Бистик уже идет в лоб Атаковать Стрэндж не принимает бой Почему Стрэндж бой не принимает Не могу понять Так, адепты на мейн заходят Вырывается Стрэндж Прямо минеральную линию сейчас Адепты на муви Здесь Нексус падает 82 на 104 по лимиту Бистик тут что-то нараскладывал Либераторов Нараскладывал много-много всего Бистик уже на мейн собрался идти Да, Бистик идет на мейн Стрэнджу Что Стрэндж делает-то я не понимаю Стрэндж, ну что ж ты такой невнимательный-то Ну ё-моё Общая с лимиту Бистик Вскваджал сейчас А адепты мне не врывается сейчас А почему не врывается Здесь Либератор уже адептов убивает Убийстика добычи нету Ну блин, и у Стрэнджа нет добычи Стрэндж в размен пошел Какой вообще бред вообще Стрэндж Что ты делаешь, а? Какой размен здесь? Размен не прокатит вообще Так, здесь один Либератор Стрэнджу нужно срочно выбивать Там на самом деле как-то это все делаем Рабочие есть, там две штучки сейчас Заходят к Стрэндж сбоку Нормально, наваливают здесь Адепты будут врываться? Нет, адепты не будут врываться Ну блин, проблема в том, что Бистик Третий Нексус-то может прям с ХГ убить Стрэнджу Вот чем прикол Разложились Либераторы Сложились, будет Стрэндж заходить Интересно, СТГ сейчас Так, добыча у Бистика отсутствует вообще сейчас Я не думаю, что Стрэнджу вообще здесь Бой надо принимать вот в этой ситуации Так, СЦ-шку Бистику одну забирает Стрэндж, это очень неплохо Зданий вообще не осталось Если Стрэндж сейчас отдаст эти здания Печаль для него, Бистик без танков дерется Что с ты делаешь? Надо подлавливать гада Стрэндж не подлавливает гада Нифига Ничего А, у него пробка есть Он газ один сейчас пилит На другом респе Обратите внимание, Стрэндж Здесь отойдет Газ, пора запиливать Стрэндж, иначе здание кончится Что за напряженка вообще дикая сейчас идет Так, Стрэндж селепортируется на вторую Бистик надобывал Тут минералов некоторое количество Плюс два Либератора добавляет еще И Стрэндж газ не запилил Стрэндж не запилил газ Ё-моё Это провал Это катастрофа Стрэндж Бистик в финале Трускином будет биться Бистик с корейцем Бистик с корейцем будет биться Вообще провальный просто Бистик мертвый Абсолютно мертвый Но Стрэндж смог одолеть И тут ничего не поделаешь Но я думаю, что против корейцев Шансов мало Овощи На самом деле Даже если бы Стрэндж газ успел Впилить бы Там уже либераторы Как бы были Масс-масс либераторы Спасибо, да, ОДЕ Эту фотку я уже сохранил давно Хороший кадр Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому очень сильно. И он мог бы подольше время бы тянуть на самом деле сейчас. 1-0 тру ведет, говорят. Ну тру просто в Америке сейчас живет. Акин, я так понимаю, из Кореи играет. Конечно, тру халяло здесь полное. У него пинг значительно лучше на Европе. Как-то так. Стрэндж Тру прикольно было посмотреть. Ну, хоть и 75 евро выиграл, а то хорошо. Так, на Кибете так ничего и не напилили, никаких ставок. Ну завтра ставочки будут на ГСЛ, ребят, так что... Так что вот так. Ну что, я думаю, катки зачетные. Кин против Тру зачетная вполне катка. Два корейца жестких бьются, ребята. Так что я думаю, что нужно это смотреть. Ну и Бистик с победителем, соответственно. Ну победители, я думаю, что... Я не знаю, короче, кто это будет, но... Я думаю, в Трэнджи в финале больше шансов бы было, чем у Бистика. Бистика. Так, это все будто умный, отлично, блин, отвечаю. Снимка отсказит, что я за... Я за Стрэнджи прогнозирую. Все, короче, сразу... Сразу провал какой-то происходит. Улучшение завершено. Смерть на пороге. Резап готов. Так, Ренделек, спасибо тебе. Видел в сообщениях про репки. Ты спрашивал. Репки запилю. Стандартный рубль подъехал. Наши ПСМ атакованы. Наши ПСМ атакованы. О, убери. О, убери. Репки запилю. Так, два овера летают. Чего их много-то так? Им тут места двум хватит, да? Хватает, смотрите. Два овера здесь висят. Прикол, вообще, трус случайно прилетел сюда. Здесь в ранний стим билд у нас, соответственно, овера гусмун скоро, поэтому не погибнут. И один, и другой. В это время тру камни пробивают, насколько вы можете наблюдать, чтобы никакой тараса агрессии с этого направления не было. На мэйне королева есть, на второй тут криптумра одно ставят. Здесь надо инъекции делать новенькие. На мэйне тоже инъекции не делается. За 20 лет 7300 задонатит мне крентель. Путем не сложных вычислений это определилось по рублю, если каждый день. Ну, ничего, серьезно. Ну, во-первых, еще не факт, что ТВЗ. Ну, я сомневаюсь, что если Кино сейчас зашатает, трус, что бить и хоть какое-то сопротивление ему окажут. Хотя, все возможно, он чизерочек и будет наверняка стараться чизить как-то. Здесь милишные грейды пошли уже. Ну, а здесь сейчас дроп полетит. И, кстати говоря, вот этот билд сейчас тру кин может наказать своим билдом. То есть у него уже 16 мариков. И 16 мариков со Стимом против этого всего дела. Это очень круто зарешает. Обманка пошла. Полетел пустой медивак. Там масс-масслинги заказаны. Пустые два медивака полетели. Историю машины с открытым багажником ты можешь найти в нашем видео с нейтроном, которое мы сняли. На него даже гифка есть в топовых комментариях там где-то. Заказан лейер утру. Третью хаточку уже немножечко раскачал он. Семь дронов еще плюс заказать. Королев добавляет. Ё-моё, теперь все играют масс-королев как снуд. Смотрите. Три медивака загружается и все вперед летит сейчас. Ну все, вовер минус. Здесь королев там шесть или семь штук спускается. Заказано девять бейлингов. Линги окружают мариков. Даже с трех медиваков мариков абсолютно недостаточно сейчас. Да куда ты, ё-моё. Если б сейчас тру ударил бы в медивак вот в этот бы, я б уверен бы, его сбил бы он. Хотя 48 демаджи он нанес этому, а здесь 54 осталось. То есть, возможно, у него в 6 хп тоже бы осталось хз. Может и не сбил бы. Криплые белтираны. Посмотрите, вот это мстильное у нас с королевом. Пришли сразу все обкакали здесь своим крипом. И уже опять он еще дальше вообще-то распространяется. Здесь по одному крипту мур идет. Либератор на третью залетает. Здесь тру готов его встретить. Заказан второй армор коготь. Второй пока отсутствует. Газа нету на третьей базе. Вот поэтому, собственно, и отсутствует. Науки на танке. А, это двухбазовый выход со стороны. Кина будет сейчас. Танчики плюс био. Залетает овер. Три бей. Ой, как больно бейлинги сейчас сделали. Рабочих где-то 9. Наверное, здесь и погибло рабочих. 120, 113 по лимиту. Бейны есть. Но они без мувы сейчас эти бейлинги все. Тру дерется кривейшим образом сейчас просто. Линги где-то сзади. Бейлинги где-то сзади. Сейчас сколько бейлинги идут вперед. Танки врезаются. Он что, через Аклик там контролит, что ли? Я не понимаю. Тру сейчас. Еще 4 бейна плюс новые линги строят. Четвертую сейчас отменят. Конечно же, кинтру. Линги выходят. Сразу же на муве все сливаются. Марики перестимпаченные в хлам. Фокусит бейлингов кинт сейчас. 103 на 87. Похоже на 1-1. Вообще счет вот тебе и ЗВЗ. Сейчас кинт две каточки подряд затащит. И будет у нас тогда не ЗВЗ, а ТВТ. Где можно видео заценить? Я не знаю, кто-нибудь найдет. Ребят, найдите видео с нейтроном, которое мы снимали. Где я его молотком бью. И вывожу в багажнике. Это было на буткемпе в Белгаре. Решили приколоться. Ну что, 1-1. Третья игра здесь будет. Между прочим, ребята. Ждем решающую. По хилой игре захожу. Поехали. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А вот гифку скинули... А нет, это другая гифка какая-то... А, нет, это та гифка... Не знаю, ребята, я даже хз где видео, там наверняка, оно в комментариях где-то есть, в начальных, посмотрите... Что, прилетает реперочек... Ничего пока не уничтожил, но муху еще не скоро будет, можно еще похарасить, полетать немножечко, хотя есть две королевы, уже можно на мейн попытаться зайти... Гранату подкрали, в двух подкинул, сейчас прикольно так... Одной гранатой овер залетел, спалил реактор сейчас, true, но не спалил второй барак слабый... Так, ванмен вон нашел... Упалил реактор сейчас... Третье у трупа шлахада. Ну что, вернулся кин рипером назад, а почему бы и нет, на самом деле можно полететь в дроп сейчас, взять еще рипера снизу, он быстро летает, как бы прилетят эти марики, плюс реперок, можно и стимпак, и гранаточку кидать, а один рипер может на самом деле очень сильно мариком помочь. Прикиньте, бегут линги окружать мариков, и рипер туда кидает, аккурат, перед мариками гранату, а они все разбрызгиваются по сторонам, и им нужно заново подбегать, а там ДПС-то на стиме просто колоссальные вначале, да, от мариков, и это будет больно очень. А мариков, сука, мариков уже 17 штук, в этот раз полетят. Музыка нужна в Старкрафте, музыка хорошая. Сколько лингов утру? 14 плюс 14 тройс, 28 будет скоро, очень, но королева здесь у нас 7 штучек есть, облетает крип здесь, зерк все видит уже 500 лет это все дело. Марики дропаются, но тут надо улетать, сразу же улетать надо, одного марика успели закусить сейчас линги. И кин улетает, тру хотел еще и медилаки сбить пятью королевами, но не получилось сбить, овер один тут заблудился, отдался. Ну, саплай блока пока нет, лейер пошел, 1-1 доделывается, нужно 2-2 скоро будет заказывать. Музыка. Музыка. Продолжение следует... Так, ну в этот раз Трул гораздо более успешно с этим Харасом справляется. Рипер отдается у Кина. И в этот раз Кин вообще не лезет, он в третью ЦЦ-шку играется. Я вижу здесь просто гигантские количества стаи, просто лингов строящиеся. Королева здесь криво заходит, но Трансьюз успешно идет здесь. Трансьюзов очень много идет. Не получается даже одну Королеву забрать, но тем не менее энергию... Хотя бы потратил в это время дроп 16 мариков на мейн заходит. Марики занимают позицию за Газом, пытаясь убить максимальное количество лингов, какое только возможно. Но много лингов не погибло. Рабочие разве что немножечко покатались. Здесь прилетает медивак и... Так, минка на КД, минка не успеет стрельнуть. Слишком много Королев. Здесь два марика еще летают. Харасит Кинг, кстати, очень неплохо. И учитывая тот факт, что Тру 2.2 вообще забыл заказать. Вообще про грейды забыл. Сейчас 1.1 как раз доделывается. Сейчас Армари доделывают. Скоро 2.2 будет заказан. И третий СС вылетает у Кина. То есть у него хорошая экономика. Сейчас уже как у Зергой по минералам очевидно лучше. Ведь у Тирана Мулы есть, помните об этом, да? Я думаю, все вы... Прекрасно. Игры, да, и будут не хуже. То есть как-то у Тру все уже не так прям хорошо. Единственный момент, сможет ли сплитить Тру своих юнитов нормально. Точнее Кинг своих юнитов нормально на этом сервере. Потому что если он скорее играет, то крайне сложно это будет делать. Так, неплохое фондор забегание сейчас. Подбревает достаточно много мариков. Здесь у нас Тру. Ну, Кин уже третью СС-щику зато занял. И 2.2 заказан. Посмотрите, вот у Зерга Армор 50 секунд делает с Коготь. Только заказан. И Тирана Грейды как Зерга Коготь. То есть фактически 2.2 в 2.2 будет битва. Так, на третий барак добавляется. Почему-то здесь опасно так добавлять. Хотя здесь до пушки есть, если забегание будут идти, будет видеть. Все прекрасно Кин. Здесь 6 мариков из дропов. Без минки. Минка была уничтожена. Отменяя четвертую хатку. Но рабочего не забрал. Это ошибка была. Сейчас темпа кончится. Все, кончился. И дрону повезло. 6 наркоманов, прикиньте, за тобой бегут просто. А ты всего лишь крабик, е-мое. Ушел. Чудом ушел. Не получилось, не получилось. Покушать. Рабам этим. Точнее, не рабам, а марикам. Ну, шашлычка захотелось. Шесть бараков работают. Здесь седьмой добавляется. Слабый, кстати говоря. 2-2 грейды делаются вовсю. Вообще, одновременно практически пытается киндрючку пошатать. Одному бездолаге марику не повезло. Отдался. Здесь медиваки. Здесь отдались шесть мариков. К сожалению. Да, делается 2-2. Здесь хайф уже у Тру. Ну, я думаю, что киндрючка на 170 выход просто будет делать. И пытаться сломать Тру. Сможет ли Тру отбиться? Вопрос открытый пока. Ну, 2-2 и линга-беллингов много у Тру, конечно. Тут единственный плюс для него. Боевого лимита, конечно, меньше. Но на крипы-беллинги чудеса могут творить. Вы сами знаете, если тиран как-то криво сплитится особенно. Здесь шесть мариков. Они, скорее всего, отменят хату. Фокус, ну, двух-беллингов сейчас киндрючка моментально. Четвертого отнимает. Дробчик на четвертый. Два дрона сбивает. Это дробчик. Линги прибегают, пока одного марика грызли. Другие марики вообще расстреливали в хлам все. Ну, а здесь ультра кавер на мейне просто. Кинд делает выход. Мастанки. Линга-беллинги непонятно, где находятся. Тут только сейчас беллинги накидываются на тру, но сумел от тру, точнее, на кину, но сумел кинд сплетануться. Еще и сверху марики из дропов пришли. Новые беллинги готовы, но линги где-то сзади. В итоге армия на две части разделена. Их хлам вообще кинд все разрывает. Здесь просто царь вообще. Он еще и скорее по ходу дела играет. То есть и скорее кинд умудряется все зашатать вообще. И, похоже, ТВТ у нас будет здесь в финале. Ну, ТВТ-чик так ТВТ-чик. Может быть, даже поинтереснее будет. Может быть, сможет какие-то однобазовыми темками у нас бистик что-то там сделать. А может быть, и даже и в макро. Здесь очевидная ГГ. Тру пора писать. ГГ-чик. Хотя он ждет шести ультралов. Думаю, это они что-то смогут. Ну, у тебя бас-то не осталось. Даже если они что-то и смогут. То дальше-то что? Выходят первые. Так они еще и мягенькие. Без армора пока что. Так что они... Похоже, ничего не это. Не смогут. Да, и кинд пытается еще ультра кэверн отменить, как вы видите. Отменяет. Ультралы мягенькие. Останутся. Он любит... Любит чашлычок из молодого мяска. Ну что, бистик против кина. Ждем мы финал. А, видео с bootcamp. Я подавал от устраняющихся, в целый сез. Продолжение следует... 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 Так, всё, на мэне 16 ксм уже. Камни пробиты. Кин сам ставит четвёртую базу. Мидивак сейчас будет готов полететь вперёд. Вот Гелиончик ждёт, если вдруг Крипер залетит ещё раз. Примет его сразу же. На патруле здесь. Бистик сканет, Кин выкапывается. И полетел 7 вперёд, Мариков вылечить даже не успел. Какие-то гокленькие они летят сейчас. А что у Бистика вообще есть? Бистика мало, тут юнитов-то на самом деле. А Кин куда, кстати, на мэн хочет пролететь? У меня такое ощущение появляется сейчас. Да, но на второй бы он мог дэмэджа больше нанести. Здесь у Три Марика плюс рабочие. Не покуснул Бистик Минку. Это ошибка сейчас была с его стороны. Скан выбивает Минку. Минка духлая была. Можно было сплэшем об Рипера выбить на самом деле. Все, мини-ваг домой улетает сейчас. Много гиллионов приезжает со стороны Бистика. Блин, как этот Рипер гранатами за игру. Он дэмэджа уже много реально нанёс. Сими гранатами много раз Мариков дэмэджа, и не только Мариков. Здесь у нас третий Сэш. Скоро будет, да, готов танк, строятся викинги. И пока даже нет и речи о переходе в Стим от Кина. Может, он вообще мех хочет сыграть? Мне вот интересно. Так, реактор на бараке. Убийстик пошёл. Блин, здесь всё-таки лавы на карту, прошу прощения. Рейсэф готов! Рейсэф готов! Рейсэф готов! Играет музыка Банша летала, рабочих убивала Ну как бы у Кина пока лимит Они намного меньше, вторая банша На вторую залетает Ким сюда прямо викингами летит И сейчас сразу же встретит Эту баншу И у него через 3 секунды еще и на скан Будет энергия Будет сканить, не? Привет, Клаудиус Выманивает бистик На минку Кина, хитрый бистик какой Одного викинга все-таки А вот это-то зачем было сделано Я чуть не понял Это минус скан был вообще в никуда Банша летает Сейчас у самой энергия кончится Но бистик умудрился улететь Кин домой возвращается Туретку ставит Здесь тоже 3-ю уже бистик начал добывать В этот раз вообще на 20 лимит он в плюсе У Кина еще там соплай блок Но у Кина 1-1 тем не менее делается Сейчас В отличие от бистик Который вообще в мех играет Сейчас обратите внимание О, как интересно Тут маски Леона ездят Кстати, на 3-й базе обороны есть А вот на 2-й нету, между прочим Никакой обороны сейчас В данный момент Видит бистик, что на 2-й нет? Да, заметил, что на 2-й нет Заезжает Кину Начинает сжечь Ну и ждет не по-детски Правда, слишком много не наубивал Все равно На 10 рабочих и на встает Но на 10 рабочих против меха Это неприятно Здесь у нас так Инженерка пошла Еще одна факта добавляется Викинги-банша здесь Атака на технику делается На наземную То ли это кубистика нет Ну, в принципе, кину и харасить нечем Щиты делаются Армори скоро будет готов 2-2 заказывать должен Кину уже по грейдам Я уже не раз говорил У Кабио против меха играешь Лучше опережать по грейдам Да, как бы Можно факторию Вторую добавить Чтоб танков побольше было еще Кто куда сканит? Бистик куда-то сканит Куда он сканит? Не Бистик это сканил Может быть даже Может кинь я не заметил Куда просто Так, убивает Марик Да, 2-2 заказано Варморе грейды На технику не делаются Зато Био продакшн Большой кину Уже сейчас опережать будет Бистик по лимиту Марики Подогнали Викинга в баншу Не знаю, что Бистик Боится полететь, сбить Вот, минус 2 медивака Добегался Кинь сейчас Кинь четвертую Сэшку ставит Можно и сюда Пятую запилить Камни, например, пробить Пользователь Тош Тинф Активировал Премиум На ваш канал Спасибо тебе за Премиум Бистика идет Шатать О, Кинь идет Шатать Бистика Точнее Минку выбивает Депошечку Сейчас выбит На халяву Бистик Пострелил Сенсор Тауэров Пару штук Чтобы видеть Где С каких сторон Кинь будет Заходить И делает Вторую атаку А Кинь что Кинь делает На воздух Посмотрите Грейды Атаку Воздушную атаку А зачем Багоди Воздушная атака Может он Батлов хочет Выйти Это был бы Самый интересный Вариант Наверное Так Я же тебе искал Чтобы опять Сразу же Ответил Вообще Я причем Ответил Что они Могли бы Договориться На Бо-3 Возможно Но я думаю Им не дадут Потому что 300 евро Первое Место 152 Финал месяца Призовые Неплохие Как-то Маловато Будут Сыграть Будет Два Халбата Друг Будут Саддистика Одного Принял Второго Принял Кину Вообще Здесь На муле Рабочек Надо возвращать На добычу 179 179 По лимиту Лимиты Вообще Одинаковые 2-2 Кина Доделалось Надо 3-3 Сразу Заказывать Сейчас Может На Туле Батлов Здесь Сделать Ему Несколько Штук Воздушные Грейды Делаются Сейчас Вторую атаку Заказать И все Так С темпач Секин Забегает Бистику На вторую Пробивает Два танка Но сверху Еще Два танка Есть И надо Уходить Уходит Сразу же Кинг Понимая Что здесь Не додавить Будет Здесь На танке Ни в коем случае Лезть нельзя Ну все Правильно Делает Разводит По двум Направлениям Бистик Добавил Тем временем Вторую Инженерку Решение Неверно Так Вторая атака На воздух У Кина Пошла Здесь 3-1 У Бистика Делается Ну Воздух То Вообще Не Грейж Два Старпорта Где Они Пошли Вот Они Два Старпорта Фьюжн Корр Надо Добавлять Просто Батлов Строю Сейчас Я бы Очень Хотел Батлов Увидеть Но Может Кин Просто Хочет Воздух Перематить Викинга Либераторами Например Выбить Воздух И Либераторами Потом Раскладываться Против Танков Как Вариант Одна Группа Входит Контроли Здесь Бистик Четвертую В центре Занял Вроде Как И Четыре Аж Старпорта Он Делает Для Чего Столько Много Прикиньте Маст Рейвен Давно Забытый Как Хэппи Завещал Так Здесь Био Заходит Видит Прекрасный Кинь Что там Бистик Сзади Викингами Перехватить Медиваки Перехватит Нет Не Перехватит В это время Атака На планетарку Центральную Откина Идет И минус Планетарка Просто Бистик Остается Без добычи В центре Вот этой Здесь Минус Туретка Минус Танки Тоже Сенсор Тауэр Надо Выбить Выбивает Сенсор Тауэр У нас Кинь Видит Что здесь Старпорты От Бистика Строят Старпорт Выбил бы Стойте Здесь Лабы На Старпорт Пошли Ой-ой-ой Рэйвена Что ли Мне не Рэйвена Или сам Бистик Батлов Хотел Ну Четырех Бас Можно было Выйти Стрех Уже И ресурсов Нет Собственно Греб Бистик Батлов В это Время Наламываются Опять Мародера Марики В центре Здесь Ксм Громит Кинбистику Успевает Подконтроливать Блин Неужели Сази Так В контроле Та Чертяга Неуверен Да Посмотрите Рэйвена Пошли От Бистика А это Что Взрывательная Шрафля А на Что Дают Она Крэль Так Автутурерами Ракетами Гончие На 30% Неслабо Реактор Уран Это Энергии Сразу Больше У Рэйвена СС Четвер Пытается Восстановить Спасибо Теведок Позитив Присутствует Донат Тоже Присутствует Не дико Много Сегодня Но И Стрим Не дико Долгий С другой Стороны Не дико Напряжный Все Вполне Логично Здесь Забегает Кин Отдает Свою Билу Уже Планетарка Очень Прямо Вовремя Доделает Субистик Нужно Фокуснуть Сенсор Тауэр Наверное Здесь Почему бы И нет Без Сенсор Тауэра Будет Проще Забегать Еще И еще И по Пять Либераторов Кин Уже Строит И делает Третью Атаку На Воздух Причем Этот Воздух Весь Спрятал Сейчас Так Либератор Здесь Мародера Минус Газ Сбривает Кин Бистику Здесь Бегает От Танков Скрывается Постоянно Ну Эти Пацаны Все ГГим Либератор Минус Ну Бистик Пытается Выход Сделать Но Боевого Лимита Немало На самом Деле Но Треть Тяжело Здесь Два Танка Четыре Хелбата Понимает Кин Что Можно И наломиться На самом Деле Смешное Количество Войск Но Здесь Все Краснющее Просто Мародеры Все Краснющие Просто Были Поэтому Минус Все В это время Бистик Центр Поломал И Кин Собирается Драться Викинга Либератора Идут Вперед Здесь Викингов Один Армор Посмотрите С ревенами С этими А у Кина Уже Две Атаки То есть Конечно Его Его Воздух Сильнее Чем Бистиков Здесь Так Викинги Летят Вперед Кин Не Собирается Бистик Упускать Смотрите Но Можно Секеров Получить И больно Будет Тогда И Био Вперед Пошло Здесь Туретки Дефенс Дрона Бистика Пошли Что за Дефенс Дрон Это Бредовый Как бы Отогнал Но Секерами Мне кажется Получше Можно было Сделать Но Скин Правда Не улетел Только Это Можно было Сделать Здесь Заходит Кин Минус Депошечка Просто Дорогущая Бистиковская Пробегает На Мейн На ХГ Начинает Здесь Уже Все Шатать Реактор На Старпорте Можно Армали Забрать Здесь Например Ценное Здание Очень Что Кины Делают Одну Армали Забирать Вторую Правда Не Забрал Старпорт Желтенький Пытается Забрать И Забирает Старпорт Кстати Говоря Еще Эдепошку Танки Свои Подожгли А надо Гореть У Бистика Здесь Абсолютно Точно По Пять Викингов Опять Кин Начинает Строить Третья Атака Готова Надо Бы Армор Заказывать Перемас Перемас Уже Воздух Полный Идет И Просто Нужно Подраться Нормально Налететь С разных Сторон Уже Даже Дефенс Дроны Не спасут Тем более Энергии Не так Уж Много Авто Турели Новенькие Вообще Разрывают Конечно Так Либераторы Чего-то Быстрее Летят Чем Викинги Киновские Факта Минус Надо Облетать Сейчас Уэй Дефенс Дроны Пошли Но Дефенс Дроны Вообще Не Спасайтесь Либераторы Плюс Викинги Воздух Разрывают Как я и говорил Здесь всего Один армор На три Атаки Посмотрите Ку-космос Три Атаки На один Армор Всего Лишь Облетают Викинги Здесь Торы Туреты Поем Бомбе 146 117 Бистика Опять Выход Делает На 9 Часов Видимо Хочет Сделать Выход А Ким Пошел К нему Сейчас Нужно Пару Либераторов Сейчас Можно Будет На самом Деле Убить Эту Базу Вот Это Все Дело Можно Отбить Тут Один Тор Всего Из Юнитов Сбоев Улетают Викинги Улетают Здесь Четыре Танк Здесь Один Тор Плюс Гелики Возвращается Бистик Отбивать Мэйн Сейчас С частью Юнитов Есть Два Тора Приходят Мародеры Марики И минус Торы Вот Эти Будут Сейчас А Торы Нужны Бистику Очень Были Для Того Чтобы Воздуху Противостоять Поэтому Это Провал Как Был Один Тор Так В итоге Останется Один Здесь Мастер Сэшки Здесь Короче Судя по всему Это похоже На 2.0 В пользу Кина Сейчас Уже По Лимиту Совсем Для Бистик Катастрофически Становится Он Еще По 6 Танков Всего Водит Что Эти 6 Танков Вообще Могут Сделать Здесь Так Идет Кинг Вперед Ведет Неск Танков Стим Патчется И просто Бестиджа На муве Их Пробревает Бистик Уже И не контролит Нигде ГГ Пишет Да Там Даже В другом Направлении Даже Кинг Не подрался Так Потери Не успел Показать Но Можно Сейчас Будет Посмотреть Ну Вот Потери Какие Ты Видишь Сам Я думаю Ждем Третью Ну Сильнее Кинг Кинг Это Код С Игрок Естественно Он Сильнее Бистик Которые Вообще Я удивлен Что в финал Попал Но Стрэндж К сожалению Проиграл Ему А что Тут Поделаешь Возможно Чизочек Какой Сейчас Мы Увидим А Нет Чудакина Вообще Не видно В Куда С Нигде Что-то Его Не видно Завтра Группа GSL Интересная Два Процесса Два Тирана Зестри В Кингом Продолжение следует... 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 Рипера сейчас тоже зашатает... Зашатал Рипера... КСМов еще повзрывал... Причем гигантское количество... Здесь второй Рипер прилетел... Нужно улететь и первым тоже... Порегениться немножечко... И перейти в СССР... И перейти в СССР... Что Бистика делает... Продолжение следует... Продолжение следует... Наращивает... Продолжение следует... 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 Либо он проиграл бы 0-3... Либо взял бы карту... Ну скорее здесь второй вариант происходит... Смотрите... Ну что-то... Кого-то стреляет что-то... Смотрите... Какие демажные все рабочие... Там... Это ж ужас просто какой-то... Ё-моё... Гранатки надо выкинуть... Взрывает Мариков... Взрывает рабов... И улетает еще один Рипер... Здесь от Бистика или нет... Он пытается еще гранатку кинуть... И еще два КСМа забрал... 19-41... Парабам... Выдвигается Бистика вперед... Заказывает... Так... Стим есть... Да... Стим уже готов... Деваки строятся первые... Саплай блок... У Бистика неприятные очень... Сейчас кинул Аксесса Пла... И будет строить... Сейчас нормально... Допошечки... Здесь полетел... Кинг вперед... И Бистик может поотбрить... Сейчас медивака тут... Смотрите... 8 Мариков... Минус... ГГ кинг сразу пишет... Понимая... Что здесь ничего не сделать... И действительно здесь ничего не сделать... Ребята... Ждем четвертую... Субтитры сделал DimaTorzok... 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 А вот и хост... А сколько завтра? Завтра у нас GoFoSK будет... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok... Так, ребят... Ну что... Бо 5... 2... 1... Счет сейчас становится... Давайте... Сейчас Бистик еще комбочить начнет... Ну а что... Ко начнет комбочить... Так начнет... Ничего не поделаешь... Если так получится... Ну вот макроигры в долгих... Он проиграл... В предыдущей игре... Получилось заполучить ему преимущество... За счет прокси риперов... А почему? Потому что кореец-то играет из Азии... И это имбам... В каком-то плане... То есть ему тяжеловато... Все-таки отбиваться... Ну это говорит о том... Что он... Мистика на голову... В принципе... Сильнее в играх... Первые две игры... Да... Хотя... Сейчас есть программы всякие... Для того, чтобы пинг снижать... Может у него не такого... На колоссане... В принципе в Корее... Интернет крутой... Да... Бистика опять второй барак строит... Вот чертяга... Знаток... Да... Это финал... Решил Бистик заобузить... А что сразу-то не делал... Надо было сразу-то делать... Пытаться такое... Нет... Завтра GoFuSK не будет... Я же говорю... В GSL... А GSL всегда... Стандартное время... Начинается... Это 12.30... Ну что... Понял ли в этот раз... Кинь... Что происходит... Судя по тому... Что он делает... Не совсем он понял... У него риперы... И малики строятся... Так... Здесь уже два рипера сейчас станет... И летят они все вперед... Нужен газ... Нужен газ... Газ появляется... Рипер не заказан... Почему-то... Вот сейчас... Завтыкал... Заказывает риперка... И третий уже полетел вперед... А в прошлой карте... Произошло то же самое... Что и в этой... То есть... Два барака рипера... От бистика... И они зарешали в итоге... И сейчас... Они на мейн... Залетать будут... Втроем... Эти риперки... Кин здесь рядом стоит... Ну... Кин готов кстати... В этот раз ворваться... Улетает бистик... Не получилось... Убить кина... Здесь и Гиллиончик... Уже подъехал... Причем... Прокси Старпорт... Строит бистик... То есть... Это полное... В полное... Улын... Уже превращается... И очевидно... Что... Как-то не очень... Он удачно... Пока складывается... Риперы должны... Наносить какой-то дэмэдж... Эти... Иначе... Беда... Так... Гиллион... А что в Старпорте... Будет интересно строиться... Слила бы... А то... Может... Прокси Банша будет... Да... Всех риперов Кин сейчас убивает... Просто... Бистику на... Легко очень... Два... Три... Остаются... Улетает... Дом... Шесть... То есть... Было... Короче... Бистик затупил... Здесь... У Кина здесь... Серьезное преимущество... Получается... Он сканит... Бистику на мейн... Видит факту... Видит реактор... Видит все... Инвизная банша пошла... Три... Два... Фользы Бистика... Что-то по-моему... Уже не слонговал... Так... Кин к Бистику прилетает... Начинает разваливать... Здесь... Здесь у нас... Либератор на мейн... Прилетел... Кин вообще... Пока не реагирует... Сейчас... Вот... Реагирует... Отреагировал... Все... Либератор убил... Три... По-моему... Рабочник... Четыре... Он убил... Сканов... Сейчас... Абсолютно... Никаких... Старпорт... Спалил... Еще... Сейчас... Слимулу... Выкинет... Скорее всего... Банша... Прилетает... Залетает... На мейн... Просто... Сейчас... Ну... У Бистика... Есть... Скан... А Кин... Еще... И Баншу... Не контролил... Сейчас... Ну... В итоге... Все-таки... Законтролил... Здесь... Еще... Одна... Банша... Пролетает... Чуть-то... Не считается... Все... Сканов... Бистик... Кину... Минус... Практически... Банша... Продолжает... Мариков... Ушатывает... Просто... На... Атаке... Сама... Стреляет... Кин... Бистику... Точнее... Бистик... Кину... Баншу... Здесь вторая... Пролетает... Ну... Она... В мясо... Дохлая... Вся... Не... Улетает... Кин... Здесь... Мазбараки... Пошли... Уже... Стимпак... Ключ... Катастрофа... Это... Для... Бестика... Очевидно... Что... Ему... Не вытащить... Даже... Когда... Он... Из... Преимуществ... Начинал... Он... Проигрывал... А сейчас... Он... Начал... Провально... Баншу... Захватил... Поймал... Минус... Так... Ну... Лёптики... Соединить... Как... Задержка... От... Скорости света... Даже... Через... Пол... Планета... Ну... Там... 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 С... 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 Я думаю... У него... Пинка поменьше... У него... Как бы... Всё неплохо получается... Я думаю... Пару сотен может быть... Ну... Видно... Что задержка есть... Тем не менее... Так... 183... По лимиту... 1-1... Доделываются... И на арморе... Практически... Одновременно... Доделываются... Весь... Мейн... Туретками... Обнёс... Бараков... Уже... Так... 4 реактора лаба, это 9 мариков за раз продакшн. 3 сэшечка вовсюду бывает. Сейчас вообще продакшн нарастить можно будет. Очень-очень серьезно. Так, один медивак умудрился кинуто сбить, бистик. Идет вперед. У бистика сейчас уже есть стим, у бистика уже есть щиты. Кин может отдаться сейчас. Вот на муви он сливается. Мариков сливает, танк сливает. Что ты делаешь-то, кин? Ё-моё. Сейчас и проиграть так не нужно. Случайно как-нибудь мистик, он золото уже начало качаться. Правда, по продакшну отставание колоссальное просто здесь. Ну, тут 2-2 заказано у кину. Причем у кина щиты не заказано, вот где плохая, плохая, плохой момент. И ходит кинг-танками, защищает свой мейн. Полетел вперед, а бистику ходит просто назад. Но по драйдам у бистика, конечно, все очень плохо будет в ближайшее время. Так, летит меди-лак от кина. Здесь Марик его видит, встречает. И там тоже Марик и есть сзади бистик стимпатчится. И минус медивак сразу же практически Мариков забрал. И здесь все еще забрал. Пытался медивак уйти, но никуда не ушел. Вбивает его бистик. Короче, кин просто несколько раз сейчас весь лимит отдал. Но у него все равно преимущество серьезное очень. Здесь сейчас еще плюс 6 Мариков будет продакшна, 3 реактора. ставится. 2-2 сейчас грейды будут. На танки там армор. А бистик даже, посмотрите. А, нет, у него есть вторая инженерка, тоже 2-2 сейчас закажет, кстати говоря. Ну, очень долгое время будет 1-1, 2-2 грейды сейчас ситуация. Кин ждет бистика, но он не идет вперед, кстати, сейчас. Но находится рядом. И по лимиту практически ровно. Вторую атаку заказал. Кину можно 3-3 заказывать, но пока он не заказывает почему-то. Реально много танков стало у Кина. Так, бистик пытается резко занять хорошую позицию тут рядом с базой Кинемской. Ну, вроде как, Кин бистика отгоняет. Посмотрите на лимиты просто. 182 на 170 уже не в пользу Кина. Ну, Кина 3-3 в принципе грейды заказано. Удивительно, конечно, что бистик до этой стадии довел такую провальную игру. Ну, несколько ошибок Кина очень сильно здесь, конечно, зарешали. Ну, тут подлавливает. Хорош Кин бистик подловил просто. Танками с ХГ выгоняет. Ну, бистик все равно на 20 лимит, аж больше. Какая-то движуха везде по карте идет. Так, надо складывать танки, уходить, что и делает Кин сейчас. Бистик там по всем направлениям пытается шатать, сейчас Кин. Один танк чуть на центре забыл. Был уничтожен очень-очень быстро. И тройной дроп на мейн Кину планируется сейчас, между прочим. А Кин как раз лимит свой. Очень выгодно сейчас с бистиком подрался в крутую очень позицию. В это время залетает, теряет тройной дроп. Это катастрофа. Он весь потерял на мариках. Ничего не дропнул. Тройной дроп под бистик вообще. Вот дает, а. Такой шанс сейчас был сделать все четко, но бистик умудрился просто взять и все просрать в мгновение ока просто. Весь свой лимит, все свое преимущество. Все, у Кина 3-3 сейчас доделывается. Грейды становятся просто великолепные. Танков вообще нереально много здесь. Сосидженов. И почти на всех хватает медивак. Вот сейчас, да, на всех хватит, кстати, медиваков. Есть сенсор тавар. Надо вычинить один из танков. Кстати, когда его в медиваке берешь, вроде торчит, вроде казалось бы, почему бы его чинить нельзя было бы там, да, но чинить все-таки нельзя. Все, третья атака готова. Третий армор тоже доделывается сейчас. Сканит Бистик, видит, где Кин ходит. Отступает, мючка, назад. Танки на бусте полетели вперед сейчас. Мариками Кин отходит, мючка, назад. Танк прилетели, Планетарку моментально выбивает Бистик. Сзади танки в тыл. Кин удропает сейчас. Танки в тылу там ничего не сделали, но, в принципе, Бистик отбился и ИЦЦшка выжила. Нифига себе, 154, 133 по лимиту. Кин отступает, даже 3-3 кину. Не помогу, Бистик-то баз больше, чем у Кин, я смотрю. А нет, вот сейчас отменит Кин, не больше. Но он не отменит эту базу. Попытка ворваться на Мэндис. Три туретки, бедный дробчик. Мечится, мечится, ничего не получилось. Все, минус 10 лимита сейчас. Офигеть, Кин столько наошибался. Казалось бы, кто-кто должен ошибаться. Это Бистик, судя по предыдущим играм. А он играет после того провала начального очень даже неплохо. и... Пошатал сейчас Кин, а не слабо. Кин решил пробить камни. И очень быстро он их пробьет, на самом деле. Здесь дробь гигантский залетает на мейн. В этот раз Кин даже и не готов. Очень похоже на 2-2. Что-то происходит у нас, по-моему, ребята. Ну, танки без Сиджил. Бистик очень долго он соображает, прежде чем их засиджить. Сообразил засиджил в итоге. 150 на 170. В это время контакт идет на базе на 4-й. 4 танка ее пытаются выбить. Кин держится. Убить 2-я. Атака на технику. Грейды массы заказаны. Дома Кин кое-как отбивается. На 20 лимита отставая. При этом пытается вычинить СС-шку, планетарку. Но танки долбят ее просто в четвером. Очень жесткая планетарка. Идет Кинг вперед. Дропает свои танки. Не понимаю, выигрывает или нет. Вроде как бы выигрывает. Замес здесь. Танки бистиковские. Сейчас начинает забревать. Мариков много. Дропает свои танки Кинг. Да, отбивается. Еле-еле, но отбивается. И по лимиту даже в плюсе остается Кинг в данный момент. Здесь Либератор летит. Марик с 3-3 грейдами. Нормально его наваливает ему. Сейчас улетит он в космос. Но в космосе не будет. Не принять, конечно, его. Ну, Кинг тут чудеса продемонстрировал контроль. И здесь еще Марика сбил. Здесь Бистика идет чуть-чуть и без медиваков. Вообще странно. Какие-то Марики танки здесь ходят. Сами с собой вообще. Заметил, куда Кинг своими Мариками ушел. Поотбрил несколько Мариков сейчас. И в это время в другом направлении выход идет. Но Кинг уже перемасил. У Бистика как бы еще 3-3. Правда, у Бистика не готова. Блин, как же вот чем корейцы, конечно, мне импонируют сильно. Как они вот и умеют без нервов перевернуть игру иногда. Это просто что-то как бы. Кинг идет вперед. У него гораздо больше танков, чем у Бистика. Он видит, где Бистика находится. И он сейчас будет выбивать Бистика с лоу-граунда, по-моему, золото. Или же он 12-ти часам удар нанесет. Нет, он, да, он приходит 12-ти часам. Наносит удар просто по верхнему направлению. Нужно перевести медивайку чуть поближе просто и все. Так, стимпатчится Кинг, стимпатчится Бистик. Бистика идет вперед. Ты Кина, танки просто гигантские демо. Здесь КСМ-ки 2 танка запилили. Это было просто халява какая-то. Но Кина громит вообще всю Бистику. Ждем ГГ. Это ГГ 3-1 Кин, ребятки. Не случилось чудо, к сожалению. Вот, и победитель данного ГОФУСК Кин вообще просто из Кореи. Просто жесть какая-то, ребят. Вот, ну а я вас благодарю за внимание. Что могу сказать? Вот, приходите завтра в 12.30 на GSL. Будем смотреть крутых корейцев. Запись данного ГОФУСК я залью, конечно же, на YouTube. И кто не увидел, все может пересмотреть. Или кто вообще не видел. Смотрите, всем привет. Вот, и помните, что поддерживать надо, меняя мой канал, естественно. Отключать i-blog и премиум подписываться. И материально там по реквизиту писали через плеер. Вот, на сегодня все. Всем пока, ребят. Рад всех вас видеть, как обычно.